Привет, мой друг! Это вообще... Так, сейчас подождите. Вас чуть-чуть подвинем. Ждите, ждите. Где ты, Лёночка? Не могу найти что-то. Сейчас мы поползем. Мик, уходи. Уходи. Вот так лялек. Вот так, мой лялек. Давай. Давай. Вот так. Смотри, как мы толкаемся. Ой, как мы толкаемся. Ой, как мы... Ой, как хочется ползти. Ой, как Данику хочется ползти. Ой, бы пополз уже, побежал бы. Посмотри, побежал бы уже. Вот так, Людка. Раз, два. Ты жопу кверху поднимай. Мать. Что? Ты, Витя. Ползай. У нас тут утренние процедуры все уже прошли. Мы уже очень много времени гуляем. Уже кушать хотим. Да. Уже кушать хотим. Ой. Ты чего? Покажи, как мы кушаем. Нет, такое мы показывать не будем. Мика. Это Мика. Так интересно. Это Мика наша. Это наша Микочка. Мика, нельзя. А ну, текай. Нельзя. Наша Мика. Он ей привет показал. Ну, нельзя трогать пеленку. Ну, что, выехали. Мы, короче, гулять. Сегодня позвонила нам Даша. Даша это свидетельница наша. Моя, как бы, я не знаю, это можно назвать типа подружка. Ну, короче, моя очень хорошая знакомая. И она была у нас свидетельницей на свадьбе. Так что позвонила нам, говорит, что как это, мы всю беременность просто с ней созванивались и все. Ну, мы же пытались все успеть, чтобы Дан родился, уже был ремонт сделан. Поэтому всю беременность, я говорила, что дела, дела, дела. Потому что мы старались успеть закончить ремонт. И постоянно дома были. А если гуляли, то только там, ну, выехать вдвоем, уже подышать свежим воздухом. Поэтому никак у нас не получалось, короче, встретиться. Вот она звонит и говорит, что, ну, ты вообще, ну, молодец, мать. Ты была беременна, меня динамила. А теперь ты родила. Она говорит, ну, что, может, встретимся? Я говорю, ну, да, надо как-то. Она говорит, ну, понятно, ты все беременность, мне говорила, надо как-то. Мы так и не встретились. Поэтому Андрей мне говорит, ну, что, давайте мы поехали, сегодня встретимся с ней наконец-то. Так как мы, я ей перезвонила, говорю, что, ну, давай, мы сейчас вон, кормимся, попку моем. И готовы ехать. А мы попу помоем на родном помке? Да. Мы же ему поменяли, я его покормила. И он даже не написал, не накакал в этот памперс, он спал. Да. Так что, мы собрались. И сейчас едем с Данчиком. Будем гулять на Владимирской горке. В Мариинском парке опять там дурдом сегодня. А, не знаю, как-то на Владимирской очень хорошо. Там спокойно, практически нет людей. А если есть, то, типа, там минимально. То есть, короче, самая уютная там атмосферка такая наша. Поэтому едем туда сейчас гулять. И встретимся с Дашей. Даша там уже нас ждет. Сейчас мы подъедем уже к почтовой. Я ее наберу, потому что она там в Мавдональдсе сидит. И мы как раз пока поедем, припаркуемся. Она поднимется на фуникулере. И мы уже встретимся с ней. Дантик спит. Владимирский дом. А муж? Муж, ты что, там рулюешь? Да. А сама рулит в Минске. Сама рулит? Да. Класс, как Тесла, да? Да. Супер. Ребята, мы тут приехали, короче, в центр. А тут... А тут шерпы стоят. Такие вот здоровые. Только я не знаю, где они тут собираются ездить. Вот. Но стоят здесь так прилично. Где? А вот там, где этот... Где варан? У тебя все в порядке? Белка. Белка, белка, там белка. Все, погнала. Ну, поиграй. Слава, у тебя есть, что я в абсолютно не удивилась, что я вижу, белка идет и думала. Белка, белка. Короче, встретились мы уже с Дашей. Мы час назад договорились встретиться. Я думала, что она уже тут нас сидит ждет. А мы вот это так долго собирались. Звоню, она только приехала на почтову. Думаю, прекрасно. Так что будем сейчас гулять. Как раз сегодня очень солнечная, приятная погода. А то мы вечно выезжаем в часа четыре. И уже темно, уже не так тепло. А сейчас очень холосо. Так, будем гулять. Ну что, нам сегодня удалось выбраться именно в Мариинске. Это было нелегко. Но мы прошли. Очень сладко. Ты сахар не добавлял, Жашья, надеюсь? Нормально, вкусно. Короче, мы это, не суперлегко, но справились с задачей подъема в Мариинский парк. Потому что там все для мамочек, все для мамочек. Покажем потом на обратном пути. Будем подниматься. Подниматься, мне кажется, будет легче. Как? Скользко? Закинул коляску и поднялся. Нормально. Вот, это, кстати, стакая. Пятая в этом же цвете. И люлька, видишь, другая. Да, и серая этот самый, база. А у нас черная. Да. Женщина, вернись, давай поставим две колески рядом. Сравнись, что у них отличается. Ну, это такая типа пожестче выглядит. Ну, это такая прям поувереннее, покруче. Да, ну, типа. Ну, понимаете, это же наша. Где ты улыбаешься? Рассказывай, она так, что эта коляска в таком же цвете, такой со старой базой и со старым наполнением ехала. Со старым наполнением? Со старым ряду? Короче, в общем, добрались мы, наконец-то, в Мариинске. Сейчас взяли кофеечек себе и будем идти дальше. Уже обратненько. Потому что мы уже, не знаю, сколько мы гуляем. А ну, подержи этот, я посмотрю, когда мы с тобой созванивались. Ну, нам очень нравится гулять сегодня. Сегодня очень прям погодка шикарная. Ну, не так уже долго мы гуляем. 14.20, а сейчас 15.49. Так мы как-то... А, полтора часа. Вообще, то, что сегодня все-таки ты позвонила и совершилась наша встреча. Это чудо. Ира все-таки сейс болела с тобой встретиться. Мы договаривались встретиться вдвоем, а встретились втроем. Да. Это хорошо. Ну, она имеет в виду, я уже тоже думала с математикой, что это у Даши не лады. Потому что она как бы четверо, но она имеет в виду, что типа, она себя не считает, а имеет в виду, что типа, Андрей и я. Да все, а вот... Ты не очень такой, я пойму. Господи, все для мам. Я уже представляю, как Андрей такой, типа, спускается и падает. Смотри, какой-то такой видит отца. Ты чуть ножом понесешь. Короче, да. Шикарно. Все продумано. Ну, что же его не продлить, сделать длиннее и не такой, типа, резкий. А вот его? Что же его не продлить и не сделать таким резким? Ну, если ты меня тут отвлекаешь рукой. Потому что это надо больше детона. Ну, я вас придерживаю. Все, поднялись. Молодцы. Ну, что, все, мы нагулялись уже. Данчик спит, мы целых три часа гуляли сегодня. Так что, я думаю, да, ну, очень понравилась наша прыговка. Ну, мы далеко гуляли. Прям кайфунчики. Боже, тут центр везде так красиво. Просто шикардосино. И вообще, очень красиво сейчас. Так тепло, так приятно. Гулять очень круто. Там эта машина просто выезжает. Что? Я говорю, что машина выезжает. Она была запаркована. Сейчас покажу. Тут так все красиво облагородили. Мне так нравится эта кафешка. Она так освещается красивенько. Да? Ага. Мне нравятся эти просто лампочки. Очень так атмосферненько. Уютненько. Тут французское кафешечко. Прикольно. Вообще, сейчас очень красиво как-то в Киеве. Раньше было как-то не так круто, как сейчас. Видите, короче, где-то. Это парковь. Господи, так можно варить? Господи. Короче, красивенько очень. Весна-весна. Все с нами, все с нами. Кот, ты где? Он ловит с собой. И моет нам пол. Сухая мойка пола. Мика. Вот это за место. Он его прям захватил. Так она его, ты видел? Она ему так захватила там стук. По мордзяке. Она его прям... Этого было порвать. Молодец. Наша девочка. Не порвала. Кстати, наша Мика, я не знаю, как произошло, но пока мы были в роддоме, и пока она тут сама была, она себя взяла в руки, да? И пришла в себя немножко, да? Перестала так сильно вонять. Ну, вот что-то с собакой прям происходило, вот пока мы жили здесь с ним вместе. Но как только мы пробыли шесть дней в роддоме и были без нее, она была без нас это все время, она взяла себя в руки и, ну, пришла в себя. Прям нормальная собака, починилась. В общем, ну, ребята, для того, чтобы было светло, поставила свечку сейчас на кровать, поэтому сейчас произойдет пожар. Не прыгай возле нее. В общем, уложили данных. И будем сами уже ложиться спать, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мы вас не начнете, всем спокойной ночью.